Ну и все, начинаем наш вебинар по тайм-менеджменту. Сегодня мы с вами об этом поговорим, о тайм-менеджменте. На книжных полках магазинов существует множество книг на эту тему, как управлять временем, как все успевать и так далее. Но вы знаете, мне кажется, что управлять временем – это нефть. Почему? Потому что именно время является невосполнимым ресурсом, и по сути это время управляет нами. Оно бежит, а мы или решаем свои задачи, или не решаем, либо превращаем свои мечты в реальность, либо остаемся там, где мы есть. В сутках 24 часа. Но совсем недавно я столкнулась с тем, что я неправильно распределяю свое время. Я кидаюсь из одной стороны в другую. Допустим, делаю одно дело, вспомнила, что другое дело не доделала. Иду доделывать другое, вспоминаю про третье, и потом про первое. И получается день у меня, я в голове держу, да, вот несколько, допустим, 5-6-7 дел важных, допустим, с кем-то повести примерку, с кем-то с обеседованием. В итоге там позвонила, тут не позвонила. Там по времени задержала, да, хотя должна была там, например, час, когда мне звонить в встречу, а человек уже не берет. Я, допустим, опять заново догевариваюсь. То есть это все от того, в самом начале моей деятельности, да, эти там 2-3 месяца назад, у меня дел было гораздо меньше. И, допустим, многие ваши вопросы решали за вас ваши наставники. А на данный момент у меня уже большая команда, и я уже сама помогаю своим партнерам, и поэтому очень много становится дел, и не всегда удается эти дела делегировать. Поэтому, что на сегодняшний день, почему я изучила этот тайм-менеджмент, и почему я хочу вам о нем рассказать, потому что благодаря нему я все буду успевать, ну и также, если вы будете его применять, тоже будете успевать. Успевать делать все, и главное, качественно. Интернет у нас сегодня небыстрый. Хотела бы поговорить о тайм-менеджменте. Это слово с английского языка произошло. Технология организации времени и повышение эффективности его использования. То есть это управление временем. А управление временем – это действие или процесс тренировки сознательного контроля над количеством времени, потраченным на какую-то конкретную деятельность, при котором специально увеличивается эффективность и продуктивность. Управление временем может помочь получить ряд навыков, инструментов и методов использования и выполнения конкретных задач в проекте и цели. Этот набор включает в себя широкий спектр деятельности, а именно это планирование, распределение, космос по цели, делегирование, анализ временных затрат, мониторинг, организация, составление списков и расстройства фиоритетов. Это я взяла, эту информацию взяла из интернета, но она очень подходит к нашей системе, подходит для нашей деятельности. Давайте я звук еще прибавлю. Вот сейчас нормально? Ну, допустим, представьте, что сегодня у вас последний день, либо у вас последний час времени, что бы вы делали. То есть я взяла в пример фильм «Время». «Время», то есть фильм говорит о том, это далекое будущее, где не деньги решали все, а время решало все. И в фильме заложен глубокий смысл, может быть, там режиссерская постановка, не такая мощная, но в нем заложен глубокий смысл, о смысле времени. Деньги не решают все, а все решает наше время. Наше время – это очень дорогой ресурс. Это ключевой ресурс, получивший, имеющий гораздо более высокую стоимость, чем деньги, поскольку оно, в отличие от них, не может быть накоплено или восстановлено. Время летит. Это плохая новость для нас. Но есть хорошая новость. Вы пилот своего времени. Вы можете управлять своим временем. Есть миф о том, что больше успевать равно больше добиваться. Это миф. Ну, конечно, я согласна с тем, что слово «успех» происходит от слова «успеть», но успевать нужно не больше, а успевать нужно то, что вам необходимо успеть. То есть это продуктивность в данном диапазоне времени. Сейчас мы разберем тайм-менеджмент и поговорим не о том, как успеть больше, а о том, как быть продуктивным в том диапазоне времени, которое у нас есть. Сегодня я открою вам несколько секретов, как все успевать. Первое – это делегирование. Делегируйте. Делегируйте то, что можете делегировать. Ну, например, кто не знает, что такое делегирование, это передача части функции руководителя другим партнерам. То есть не взваливайте все на себя, а передавайте функции ключевым партнерам. Тем самым вы наладите, ну, так же, как на любой организации, да, генеральный директор, уже не выполняет все функции, а есть много отделов, в каждом отделе свой начальник. Ну, например, как мама, я могу дать вот несколько фишек, ну, допустим, по хозяйству. Я понимаю, что не каждый может позволить себе приглашать два раза в неделю там менеджера из клининговой компании, ну, как они сейчас называются. Но, например, если в вашем быту появятся такие ступи, как мультиварка или там робот-пылесос, допустим, то для женщины это реально экономит большое количество времени. Или, кстати, если вы приобретаете функциональное питание, wellness, то делегирует wellness в ваш завтрак. Как это происходит? Ну, допустим, вот на сегодняшний день в моей семье питаются так. Утром все получают по шейкеру, дети по половине, все выпивают и занимаются своими делами. Представьте, если бы я утром рано-рано вставала, просыпалась и начинала готовить на всю семью завтрак. Я предпочитаю выдать всем по шейкеру, и спокойно уже можно готовить полноценную прием пищи, то есть полноценную еду, да. Тем более в продукции у нас есть все полезное, питательное, нежели бутерброды, да, с колбасой, если я ему нарежу. Но с точки зрения бизнеса, как выглядит делегирование, пожалуйста, не делайте то, что могут делать в бизнесе ваши люди. в этом смысле я не очень удобный наставник для команды, потому что я не буду отвечать на те вопросы, на которые они могут найти ответ сами. Или узнать напрямую у компании, или по горячей линии. Я для этого и создаю им какие-то инструменты для автоматизации, алгоритм стартапа, обучающие группы, видео, вебинары, ресурсы, где они могут сами узнать всю информацию в процессе обучения. Я делегирую им изучение аспектов, которых я им не нужна. То есть пусть делают то, что они могут сделать и без меня. Например, научила делать заказ новичка, оформила, сняла на видео, как я это оформила, отправила, он посмотрел, кто понял, кто обучился. Отправила фото, где отображена дата заказа, нужная СПО, адрес, сумма заказа. То есть я новичку все это делаю. Через неделю мне новичок пишет, а где забрать заказ? А ты не знаешь, когда он придет? Или, например, а сколько мне надо будет оплатить? Вы понимаете, это вообще очень часто со мной встречаются вот такие вопросы. Я не буду отвечать на этот вопрос. Либо я пишу найди нашу переписку выше ВКонтакте, либо я ему беру эту фотографию еще раз отправлю, то есть я быстро поднялась, переслала ему, либо говорю зайди-ка в эту днюю. Расставляйте приоритеты. Понимаете, примите как факт, у вас всегда есть выбор делать или не делать. Если делать, то что делать? Как понять вообще, что является для меня приоритетом? Есть достаточно популярная матрица в тайм-менеджменте. Техника, которая называется матрица Люзенхаура. Она представляет из себя вот такой квадрат, в котором наверху вы пишете важное, а сбоку вы пишете срочное. Соответственно, внизу не важное, а слева не срочное. Так вот, он советует делать таким образом, что получается четыре типа дел. Каждое свое дело мы выносим в ту или иную категорию. Собственно, важное срочное делать, срочное не важное делегировать, не важное, не срочное отказаться отказаться от этого. Важное не срочное планировать. Это классика тайм-менеджмента. То есть, я когда изучала информацию в классике, именно вот так и рекомендуют расписывать ваши дела. но для меня такая система не работает. Для меня работает более простой принцип. Я все дела, которые у меня появляются, делю на две категории, важное и срочное. Что такое важное? Это то, что ведет меня к моим целям. А срочное это все остальное. Я предпочитаю делать важное. И если я это делаю заранее, спланировав свой ежедневник, пропорционально каждый день по времени для каждой сферы, то получается действие гармоничное. И здесь, естественно, мы переходим к третьему пункту, который называется баланс. Есть такое понятие, как колесо баланса. Суть этого колеса в том, что вы разделяете свою жизнь на некие сферы, в которых вы хотите развиваться и достигать каких-то целей. сферы может быть от 8 до 18 даже, 8-12. Несмотря сколько у вас их есть. Есть классика сферы. Вот то, что я изобразила на слайде. Это классика. Есть то, что вам нужно. Ну, а давайте так, если предположить, что вы зашиваетесь сейчас, вам нужно сейчас взять эту информацию, которую я вам даю, и применить ее уже сегодня или завтра, то возьмите 4 основные сферы для того, чтобы развести тот завал, который есть. Эти сферы это то время, для чего вы обязательно должны найти в течение дня каждый день. То есть, какие эти базовые сферы. Сфера для себя, то есть, это спорт, размышления, мысли, собраться, релакс и так далее. Напишите в чате, как меня слышно. Меня слышно? второе, это семья, это дети, муж, хозяйство, отношения и так далее. Третье, это бизнес. Как говорила Маргарет Тэтчер, что дом должен быть центром жизни женщины, но не границами. Я считаю так же, потому что любая женщина, если она этого хочет, она может самореализовываться. Даже в категории бизнес. И четвертая категория это мир. Что за сфера такая мир? Это как вы считаете и размышляете, что конкретно вы сделали для мира, как влияете на какие-то процессы в мире, что вы делаете в мире и так далее. Вот четыре сферы для себя, для семьи, отношений, для своего бизнеса и работы и для мира. Баланс должен быть в том, чтобы мы в четырех этих сферах каждый день делали хоть что-то. И четвертое это ритуалы. Ритуалы, они позволяют систематизировать день, режим ваш. То есть, смотрите, как я делаю это для себя. Я условно делю день на отрезки и понимаю, какой отрезок для меня наиболее эффективно делать что-то. Например, утром с 10 до 11 я могу спортом заняться. С 13 до 16 это для меня конкретно время для бизнеса. Пока спит, ребенок. В это время я провожу собеседование, обучаю, помогаю, то есть, занимаюсь построением команды, работаю с существующими партнерами, работаю с новыми партнерами. В это время я нахожусь в активе и всегда на связи. И это время я инвестирую в то, чтобы научить людей как можно быстрее начать зарабатывать. Ну и, например, там с 19 до 22 это категория семья. И суть заключается в том, что когда вы делаете это регулярно, у вас формируется некий ритуал. Ваш организм уже настраивается на некую волну. Ритуалы, они систематизируют. И еще одна фишка в этом секторе, смотрите, если вы выделили время для семьи, пожалуйста, не несите туда дивизию. не мешайте одной другим. Как я делала это раньше. То есть я сидела, играла с ребенком и сама сидела в ВКонтакте, давала кому-то информацию, отправляла кому-то обучение. Я была не сконцентрирована ни в бизнесе, ни с ребенком. Постарайтесь быть сконцентрированы. Когда вы выделили время для чего-то, то вы уже в этом не отвлекаетесь. Тогда ваш КТД и удовольствие и ощущение счастья в текущий момент будет гораздо выше, нежели если вы все смешаете и будете бросаться из одной стороны в другую. И потом грызть себя за недоделанные дела, как я раньше это делала, то есть самоедением занималась. Не занимайтесь гонками, а спланируйте заранее свои ритуалы и систему своего дня. Существуют основные правила тайм-менеджмента. Первое, представьте, что сегодня последний день. Возможно, вам покажется это правило нелепым, но все же, представьте, что бы вы начали делать в этот день. Хочу с вами поделиться своим личным вопросом. Я его задаю сама себе перед тем, как спать, лечь и как только просыпаюсь. От этого вопроса я каждое утро бодренько просыпаюсь и начинаю с умом управлять своим временем. А вопрос такой, если бы я знала, что сегодня последний день из моей жизни, что бы я сделала и как себя бы вела в этот день. Вы прямо сейчас возьмите лицо в бумаге и сами для себя откровенно ответите на этот вопрос. Думаю, вам будет это просто интересно. Второе, это занимайтесь планированием. Те люди, которые смогли добиться признания и успеха в жизни, они планируют, планируют постоянно. Каждодневное планирование просто необходимо для повышения вашей эффективности на протяжении всего дня. Постоянно планируйте конкретные задания, тетрадки или заведите блокноты, как я завела ежедневник. У меня ежедневник на каждый день. Я каждый день пишу с кем планерки, с кем собеседование, в какое время. Запомните, если на бумаге нет вашей цели, то она просто не существует. Когда вы работаете с составленным скидком за планированные введения, вы сразу же увеличиваете производительность и продуктивность своего времени более чем на 25%. Возьмите себе запчевистку с вечера, я это делаю с вечера, перед тем, как лечь спать, записать свой план задания на завтра. Я сейчас проведу вебинар, у нас еще будут планерки, после планерок вожу ребенка спать и сяду писать план на завтра. Иначе завтра у меня день пойдет на перекосах. Как только вы на работу, начнете работать, придете на работу, вы уже будете четко знать, с чего вам начать. Как же работать с этим списком на протяжении всего дня? Как только появится какое-то новое задание, включайте его в этот же список, учитывая уже его приоритеты по сравнению с ранее записанными делами. То есть это важное у вас или крочное. И как только вы справляетесь с конкретной задачей, то есть успешно справились, обязательно его вычеркните. то есть я вычеркиваю задание, потом я уже смотрю, спалю себе либо не спалю. Таким образом вы будете довольны проделанной работой, а также будете собой гордиться, что не впустую используете свое время. Сложное задание нужно разделить на несколько допустим под задач, а не хвататься целиком. исключайте из своей жизни пожирателей времени. Кто у нас время пожирает или что? Это самая первая проблема, которая мешает нам всем эффективно и продуктивно контролировать свое время. Это время на проверку почки, на сообщения в соцсетях в АСКе мы крадем и убиваем у себя время. На телевизор включаем. Я делала тест такой, допустим, у меня лег ребенок спать, я нашла и включила телевизор для фона, ну и допустим проводить собеседование либо отправляю сообщения. Отправила там 10 сообщений. Но когда я делаю это в тишине здесь телевизор, то это у меня просто у меня эффективность в разы выше. То есть я не недели сообщений надела, а 18 отправила. Я даже вот этим фоном работает у меня, он уже отвлекает мое время. То есть я где-то отвлеклась, где-то что-то посмотрела на минуту. То есть также советую вам отключить на время все эти телевизоры, допустим, чтобы он вас не отвлекал. концентрируйтесь на самом важном задании. Полезная привычка вырабатывается в 20 миллиметров. То есть если вы будете выполнять ежедневно, то вас выработается работать в офисе, по найму сработать, или вы учите в школе, или работаете по телевизору, правильно? Поэтому выберите время, когда вы будете заниматься полезными делами и исключите из этого времени то, что вас отвлекает. Сети, телевизор, копьёк, полезные разговоры и вперёд покорять вершины и автоматизировать полезные привычки. У меня сейчас звук на максимуме стоит. Давайте ещё раз звук проверять. Отлично стало? А я просто шнур пошевелила. Концентрируйтесь от начала до конца на одном задании. Если будет плохой звук, напишите я, что-то что-нибудь сделаю. Чем больше и быстрее вы будете выполнять несколько задач одновременно, тем хуже вы их сделаете. Поэтому вы концентрируйтесь на одном. Никогда не переходите к новому заданию, пока не сделаете старое. То есть как я раньше распалялась, одно не доделала, побежала второе делать, вспомнила про третье, про первое и так далее. То есть здесь не доделала, там не доделала, в итоге не там и не здесь. Учитесь расставлять приоритеты. То есть отсортируйте по важности и срочности определенные задачи, запишите их в дневник и не тратьте большую часть своего времени на мелкие ненужные дела. И еще один такой, такая фраза съешьте лягушку на завтрак. Напишите кто-нибудь знает, что это такое? Что это значит? Знаете, что такое съешьте лягушку на завтрак? Успешный бизнес-консультант в Детресе лягушкой называет самые сложные дела, с которыми нужно справляться на протяжении дня. Но когда вы их постоянно переносите то на час вперед, то на вечер, вы сами себе же создаете неприятное эмоциональное напряжение, с которыми везде не ходите. Ну, допустим, если мне предстоит собеседование с очень важным, значимым по статусу, по социальному статусу выше меня человеком, то есть я весь день могу это отложить, на день, потом на вечер откладываю, а могу и на следующий день отложить. И вот я хожу постоянно об этом, думаю, самоедением занимаюсь. Но как только я начала свой день именно со сложных дел, я потом как победитель, я просто порхала, я просто на высоте я сделала самое страшное с утра и все, и весь день у меня осталось обычные будничные дела. Начинайте свой день с самого трудного, и весь день у вас пройдет гладко и непринудительно. А напишите, пожалуйста, как вы считаете, вы все организованные? да, все правильно, не будем оставлять лягушек на обед. Все ли вы организованные? Я хочу вас попросить сейчас взять листочек бумаги и ручку. мы сейчас с вами пройдем тест на организованность. Я буду прямо сама сейчас с вами проходить этот тест, потому что я оставила его на сегодня, самое интересное. Все приготовили ручки и листочки? Вот, давайте перейдем к тесту. здесь 20 вопросов, можете сразу от 1 до 20 поставить цифры в ряд. Отвечаем на вопросы да, нет. Первый вопрос, вы можете сказать, что будете делать завтра днем в 14.45? Я отвечаю вместе с вами. Второй вопрос, удастся ли вам найти ключи от машины за одну минуту? Всегда ли у вас при себе ежедневник, либо органайзер, либо записная книжка? Вы уже наметили, кому позвоните сегодня в первую очередь? Ну, не сегодня, допустим, завтра утром. Пятый вопрос, все ли нужные вам контакты сохранены в вашей телефонной книжке? Шестой вопрос, удается ли вам ужинать всей семьей хотя бы 3-4 раза в неделю? Седьмой вопрос, можно ли рассмотреть три четверти пола вашей гостиной, не сдвигая и не убирая с него вещей? Следующий вопрос, восьмой, если бы оказалось, что через два часа вам неожиданно нужно было ехать на дачу, на пикник, к маме, были бы у вас к этому времени собраны все необходимые вещи? То есть за два часа собрались бы? Девятый вопрос, можете ли вы с уверенностью сказать, что уже сделали 100% дел, намеченных на завтра? Десятый вопрос, вы уже запланировали свой следующий визит к врачу? Единственный, вы наводили порядок в кладовке на чердаке или на антресуолях хотя бы один раз за последние полгода? И двенадцатый вопрос, остались ли у вас долги за последние годы? Переходим к тринадцатому вопросу. Случалось ли вам когда-либо забывать дни рождения или памятные даты в вашей семье? есть ли в вашем доме или офисе непрочитанные книги или газеты? Есть ли у вас случай опозданий куда-либо в течение последних двух недель? Я вот в последнее время с ребенком начала опаздывать. очень сложно с ним собраться. Находите ли вы порой в ящиках письменного стола вещи, о которых даже и не помнили? Случалось ли вам в течение прошедшего месяца долго искать важные документы? Отвлекал ли вас сегодня кто-либо более двух раз? Ходили ли вы за покупками без списка более одного раза за последний месяц? Последний вопрос. Случались ли у вас ссоры или неудобные ситуации с кем-либо из членов вашей семьи из-за информации, которые вы забыли с ними поделиться? Вот я тоже сейчас ответила. За каждый ответ «Да» с первого по одиннадцатый вопрос ставим пять баллов. То есть только за ответы «Да». С первого по одиннадцатый вопрос. За каждый ответ «Нет» с двенадцатого по двадцатый вопрос ставим по пять баллов. И общее количество баллов сколько вы набрали. Сейчас посмотрим. Если вы набрали девяносто баллов и больше, у меня вот тоже семьдесят пять баллов получилось. Если девяносто баллов и больше, поздравляем, вы очень организованная личность. Вы способны не только успеха добиться в вашей сфере деятельности, но и в целом чувствуете себя намного счастливее и здоровее, чем люди вашего возраста и вашей же профессии. если если с восьмидесяти до девяносто вы обладаете неплохими организационными способностями. То есть всего лишь немножко поработать над собой. Семьдесят восемьдесят признайтесь, вам не хватает организованности, вы полностью зависите от обстоятельств и чрезмерно рассчитываете на помощь окружающих. Постарайтесь честно признаться себе в этом. Чтобы позволить изменить вашу жизнь к лучшему, попробуйте почитать специализированную литературу по самоорганизации и статьи данного сайта на эту тему. Ну и еще есть такая штука лень, да, иногда бывает. Кто набрал меньше чем семьдесят баллов, вам нужна помощь. И как можно скорее, то есть начните с малого. Заведите органайзер или блокнот. Почитайте литературу по самоорганизации, по тайм-менеджменту. Но самое первое это заведите блокнот и начните записывать. Вот тест очень интересный, да, необычный. Я, кстати, вчера думала, что я более организованный человек, но результаты теста показали иное. По поводу самомотивации. Что такое самомотивация и в чем ее важность? Хорошо, тест отправлю в Телеграм сегодня. чтобы все прошли и сделали для себя выводы. Что вообще нас мотивирует? Я считаю, кто хочет ищет способы, кто не хочет, тот ищет причины. Бывает у вас так, что, допустим, цели поставлены, как достигать их вы знаете, но почему-то ничего не делаете. То есть все знаете, все хотите, но не делаете. или допустим, решаете начать делать зарядку, сесть на диету, бросить курить, научиться знакомиться с мужчинами, с девушками, составить бизнес-план, допустим, для какого-то своего дела или какое-то полезное дело сделать, которое может изменить всю вашу жизнь к лучшему. Но день за днем откладываете эти действия. Я сама раньше так делала, то есть откладывала какие-то такие моменты, такие действия, которые могли бы просто изменить мою жизнь к лучшему. То есть поменять какие-то аспекты, которые мне не нравились. Бывало, да, у вас так, что вы решаете начать новую жизнь с понедельника. Вот худею с понедельника и все. И потом переносите на следующий понедельник. У меня так было. У меня после родов было плюс 12 лишнего веса, и я переносила. С одного понедельника думаю, о, папа хлебушка тепленького привез. Ладно, следующий понедельник. Или, допустим, еще такой момент. Бывало у вас так, вы начнете делать задуманное что-то, проходит 2-3 дня, и вы перестаете, находя для себя какие-то причины объективные. То есть вы поглашаете тонны информации, из книг, статей, интернета, рассылки, там, о том, как изменить свою жизнь к лучшему, но так и не решаетесь делать эти шаги. Все понятно, но делать не хочется, это лень. в чем проблема? Где вообще выход, где найти выход? И что является ключевым моментом, который действительно способен разрешить такую проблему? Это проблема просто у многих. Как Архимед говорил, дайте мне рычаг, я сдвину землю. Таким рычагом вообще в описанных ситуациях, которые я вам сказала, является мотивация, а точнее самомотивация, то есть способность пинать, вдохновлять себя на действие, то есть мы должны вдохновляться. Что такое мотивация? Это побуждающая к действию сила. Кнут или пряник? Существует два типа мотивации, то есть внешняя и внутренняя. И чем друг от друга они отличаются? Скажу вам на примерах с детства многие из нас слышали такие фразы сделаешь домашнее задание по математике пойдешь гулять, не выучишь басню, не пущу тебя друзьям, сдашь сессию, поедешь на море или там год закончишь, да, хорошо, поднимешь уровень продаж, да, допустим получишь премию, так нас мотивирует наше руководство, не сдашь вовремя отчет, уволю, начальник вам говорит, то есть мотивация строится по схеме стимул-реакция, где стимул это некая морковка, которую человек получает за нужные кому-то действия, то есть ты мне сдал отчет, на тебе премию, или я тебя не уволю, ты молодец, или наоборот пинок, которого человек пытается избежать, также совершая какие-то необходимые действия. это самый распространенный тип мотивации, который можно назвать внешним, человек выполняет работу по внешнему требованию и не прекращает ее лишь из-за боязни наказания или ожидания вознаграждения. Но другая ситуация, допустим, ребенок сам сел за стол, взял краски и начал рисовать, и он настолько увлечен этим занятием, что не видит вокруг ничего. Кстати, многие талантливые люди с детства именно так проявляли свой талант. Занимались деятельностью, которой их никто не побуждал, часами напролет занимались увлеченно. Это пример внутренней мотивации. Как это у взрослого человека проявляется? Взрослый отягощенный многими должен, потерявший способность радоваться пустякам вроде солнечного дня или улыбки незнакомки или незнакомца, лишь иногда может испытывать вот это состояние, занимаясь любимым хобби. Именно тогда он испытывает мощный подъем мотивации, состояние полета. Увы, картина печальная, довольно мало людей имеют такую сильную внутреннюю мотивацию, то есть такую самомотивацию. И зачем она вообще нужна, эта самомотивация? Люди, у которых преобладает определенный вид мотивации, внутренняя или внешняя, имеют разные результаты в жизни, а в более глобальном масштабе и разные судьбы. Что есть у человека с внутренней мотивацией? У него свой бизнес, потому что ему не нужны морковки и пинки работодателей, то есть он самоорганизован, он решает проблемы, он встает с утра, потому что у него свой бизнес, и потому что он знает, что сегодня он встал с утра и поработал, у него будет прибыль в конце месяца или отчетного периода, у него высокий уровень дохода, как он самомотивированный, так как он самомотивированный человек, он ставит себе финансовые цели, то есть планирует в начале месяца, допустим, и эти цели достигает, то есть он идет по плану, у него яркая, интересная жизнь, в котором он реализует свои самые смелые мечты, ездит отдыхать, что-то себе приобретает, у него уважение окружающих, которые видят, как человек быстро продвигается, я на себе просто это ощущала, когда у меня был бар, то есть все было прекрасно, со мной общались такие люди уважаемые, которые приезжали ко мне в гости, которые тоже занимались рестораном, деятельностью, это уважение окружающих, ко мне не приехали бы эти люди, если бы я работала бы продавцом в магазине, у этих людей радость и удовольствие, подрость, энергичность, позитивное отношение к жизни, к людям, у них успех, у них жизнь по своему расписанию, их никто не пинает, у них вера в себя, которая ими и помогает преодолевать эти трудные все моменты, а моменты трудные, они бывают у всех, по найму вы работаете или вы собственник бизнеса, они у всех эти моменты, у таких людей самомотивированных у них много полезных контактов, много единомышленников, у них свобода, а что есть у человека без внутренней мотивации, недостаток денег, живут от зарплаты до зарплаты, ладно, если эта зарплата большая и вы довольны этой зарплатой, а есть ведь вот даже в моем окружении такие люди, которые зарплаты 10 тысяч рублей и они ничего не хотят делать, у них проблемы в отношениях с близкими, потому что они ждут от них решительных действий, то есть там девушка ждет, я хочу, чтобы я одна в семье, они не могут мои родители даже квартиру мне купить, вот ничего мне не дали, скука у некоторых, да, которую могут заливать алкоголем, некоторые люди, это лень, недовольство окружающими, вот там этот дурак, тот дурак, в жизни неудовлетворенность, в личной жизни не получается, в прошлом застревание, там рутина, текучка, много страхов, бесконечный круг, работа, дом, работа, работа, дом, работа, сутки через сутки, у меня среди знакомых такие есть, сутки через сутки работают, пришла, поспала, проснулась, пошла, работаю, все, у них неверие в себя, в свои возможности, как я, Оля, пойду заниматься бизнесом, вот я даже не знаю, у меня, наверное, не получится, я просто, я вообще боюсь, мне кажется, у меня не получится, неверие в себя, вот и получается, два типа мотивации, два типа людей, две разные судьбы, именно самомотивированные люди, они реализуют свои мечты, они действительно изменяют свою жизнь, и жизни других людей изменяют, к лучшему, поговорим о мотивации, о самомотивации с точки зрения, спроецируем ее сейчас на обыденную жизнь, все, что мы делаем, встав утром с постели, мы делаем не просто так, а с какой-то целью, умываемся, чистим зубы, делаем зарядку, пьем кофе или не пьем кофе, а пьем чай из шиповника, завтракаем, выбирая определенные продукты, любое из перечисленных этих простых действий имеет свою мотивацию, кто-то когда-то сказал нам, что так нужно делать, что это полезно для нас и нашего здоровья, кто-то мотивировал нас на выполнение этих простых действий, и мы выполняем их каждый день, было бы смешно, если бы мы ежедневно нуждались в мотивации со стороны, чтобы почистить зубы, смешно, правда, и все остальное проделывать. Мы давно осознали необходимость ухаживать за собой своим здоровьем, и нам не нужен пинок со стороны, теперь это уже наш осознанный выбор. Самомотивация это желание что-то делать, основанное на внутренних убеждениях человека. У любого нормального человека должна быть и есть самомотивация. другое дело, если самомотивация недостаточная, допустим, или слабая. Но когда люди говорят об отсутствии у них мотивации, они либо хотят иметь какие-то стимулы, чаще материальные, либо хотят привлечь к себе внимание, чтобы потом манипулировать нами. Это тема уже другого вебинара, отдельного разговора. Две главные составляющие самомотивации это желание что-то делать и внутренние убеждения человека. Теперь пора поговорить о том, что же собственно вы хотите или подумать. Ведь можно и не хотеть, можно вообще довольствоваться малым тем, что у вас уже есть. кто-то может продолжать сидеть на шее у родителей или там жить в однокомнатной квартире на первом этаже в хрущевке. Жить и жить. Можно со многим смириться и продолжать так существовать. Но мы же не хотим мириться с каким-то жалким существованием. Мы хотим менять свою жизнь к лучшему. Мы рожаем детей, мы улучшаем свое жилье. желание что-то делать появляется тогда, когда появляется у вас цель. И не просто цель, а сформированный образ цели. Я точно знаю, что получу, когда достигну цели. И это что-то мне очень надо. Я настолько хочу этого, что готова много работать, лишь бы это получить. Я, например, сейчас хочу выйти на золотого директора. маленькая под цель. Моей большой цели бриллианта. То есть я знаю, в какие сроки я выйду, что я получу, где я это буду получать. То есть я это все знаю, я этого очень хочу, я сейчас делаю для этого все. Для этого все. Но у меня тоже есть трудности, у меня тоже бывает ослабевает мотивация, у меня бывают кризисы. Мало того, что есть кризисы 15-процентника, есть кризисы даже 22-процентника, я вам скажу. И такие кризисы есть. Бывают такие дни, что когда ваше желание перерастает, уже перерастет в убеждение, вы получаете сильнейший импульс для передвижения к этой цели. Например, как только к вам придет осознание того, что вы не можете больше жить в такой маленькой квартире, вы будете замечать все доп. возможности заработать денег на покупку квартиры. Вы несомненно найдете возможность откладывать какие-то суммы, даже небольшие. Вам будут попадаться объявления с очень выгодными предложениями. и в очень скором времени вы переедете в эту новую квартиру. Но до того, как у вас появилась цель, вы не видели и не замечали даже этих возможностей, потому что вам это не нужно было. Нужна цель. Этот механизм, то есть желание достичь цели, внутреннее убеждение человека, он работает безотказно. Причем хочу заметить, уровень образования или образованности в данном случае значения не имеет. Человек без самомотивации добиться успеха не сможет, даже если у него 5 образований высших. Зато есть у нас немало примеров того, как люди без какого-то специального образования, но имели мотивацию и достигали вершин. Много таких примеров. Это Стив Джобс не поступил в университет, но это ему не помешало всему миру представить iPad, iPhone, Macintosh. Этим человеком были основаны компании Pixar и Apple. У него нет образования. Билла Гейтса можно назвать самым богатым человеком в мире. Он бросил Гарвардский университет, то есть он его не закончил. И основался своим лучшим другом компанию Microsoft. А вы смотрели фильм Avatar Джеймса Кэмерона? Он тоже там поступал в университет, но он вообще не хотел учиться. Бросил, водил грузовик, женился на официантке, он просто посмотрел фильм Звездные войны и решил стать режиссером. Видите, какая самая мотивация? Он захотел. Когда человек имеет такую сильную мотивацию, он увлечен своим делом, он по неволе будет учиться все время, знания приходят к нему в процессе работы. А другой человек имеет диплом с соответствующим образованием, а работает рядовым менеджером в фирме у первого, кто без образования и перспектив никаких не видит. Оглянитесь вокруг, обратите внимание на людей, которые добились гораздо большего, чем вы. Даже у меня в окружении есть такие люди. И меня тоже много в моей жизни не устраивает вещей, то, что допустим и раньше не устраивало. Почему многие кто в нашем бизнесе не используют вот это все для самомотивации? Начните менять свою жизнь. Мотивация это умение ясно видеть цель и направлять себя к достижению этой цели и при этом обходиться без внешнего подкрепления. То есть не обязательно я буду как спонсор пинать своих партнеров, говорить делай, делай. Вас мотивируют эти картинки? Это отдых, это крутая тачка, это крутые магазины. Да я бы хотела путешествовать по всему миру. Взять своих детей, да, и путешествовать, и показать им мир. А не сидеть здесь вот в городе Тюмени, где у меня даже интернета нормального нет. этот слайд Алексея Сыстерова очень был вебинар о мотивации, который меня очень потряс и улыбнул. То есть самый целеустремленный человек, это тот человек, который очень хочет в туалет. Все преграды ему кажутся несущественными, согласитесь, да, вам же тоже будет смешно такие фразы услышать. Я описывался, потому что не было времени, я был слишком уставший, потому что я потерял надежду, я не верил, что смогу добежать. Я описывался, потому что я слишком глуп, чтобы это сделать. Я уже пять раз описывался, у меня никогда не получится добежать. Это явно не для меня. Я постучался в туалет, но мне не открыли. Мне не хватило мотивации, у меня была депрессия, у меня нет денег, я не могу себе это позволить. Я решила сходить завтра. То есть это многие такие слова, которые мы слышим от наших партнеров. работают. В нашем бизнесе возможно работать, все возможно. Либо ребенок учится ходить и падает. Вы же не говорите своему ребенку, ой, нет, не ходи, у тебя не получится. Или он упал, раз, два, три раза упал и думает, не, ходить это не мое. Это явно не для меня. Посмотрите, какая самая мотивация у ребенка, который хочет ходить, который на ножки только встает, он падает, встает, он старается, он каждый день тренируется, каждый день. Я просто смотрела на своих детей. Он падает, плачет, ударяется, но он все равно встает и идет. Он же не говорит, нет, я ходить вообще никогда не буду, я потерял надежду, я в это не верю. Но еще такой момент, мотивация, мотивация, она идет на пять минут, образно говоря, два, три дня, неделю, допустим. без дисциплины ваша мотивация вас далеко не уведет. Соответственно, мотивация это хорошо, ставим себе цели, планируем свое время и добиваемся этой цели. То есть без планирования, без дисциплины мотивация ничто. привейте в себе привычки, развивайте привычку, провоцируйте себя делать больше и запустите у себя успех порождает успех. Эти привычки очень полезные, которые приведут нас к развитию успех это результат ежедневных повторяемых действий. Почему именно этот слайд? Для нас мотивация, самая мотивация попасть в Болгарию и я попаду туда и многие из нас попадут туда. Многие из нас очень хорошо работали, развивались и сейчас это делают и развиваются и на данный момент я знаю у многих стоят такие цели и очень многие добиваются этих целей, но было бы хорошо, если бы их добились не многие, а все. Я сейчас поставлю ролик, если он кому-то не нравится, не понравится, вы не убежайтесь. sprюх. Продолжение следует... Продолжение следует...